Этим летом планируют сделать ремонт на 82 улицах Павлодара, в том числе 60 грунтовых дорогах, то есть там, где ранее никогда не было асфальтового покрытия. Глава региона ознакомился с планами и ходом ремонтных работ. В этом году бюджет ремонта грунтовых дорог составил 1 миллиард 200 миллионов тенге, что в 11 раз превышает прошлогодние. Ожидается, что этим летом полностью заасфальтируют дороги на лесозаводе, частично отремонтируют улицы на радиозаводе, хромзаводе, МДС и втором Павлодаре. В списке есть и центральные улицы, но обл. Каирскаков поручил пересмотреть планы. Делать ремонт по всей протяженности улиц Академика Сатпаева и Камзина нецелесообразно. Необходимо только на тех участках, где покрытие в неудовлетворительном состоянии, обратился глава региона Какиму Павлодара Кайрату Нукенову. Высвободившие средства надо направить на микрорайоны. Есть улицы, где сейчас ведутся работы по прокладке сетей. В таких случаях населению нужно объяснять, что дороги отремонтируют сразу после проведения коммуникации. Качество проведенного строительства будет оценивать дорожная лаборатория. Дорожного полотна после зимней эксплуатации именно весной проявляются все недостатки работы, которые не выявили летом или осенью. У нас все-таки климат есть особенность, условия зимы, нагрузка на полотно и все посмотреть. И после этого, после зимы, по итогам несения осмотра, все-таки в рамках выставить требования, в рамках гарантийного обслуживания сказать, вот там у вас по качеству, пусть покрывают, нужно один раз культуру подрядчиков, подорожников повысить. А был Каирскаков также посетил здание бывшего строительного колледжа, на базе которого планируется запустить специализированный колледж-интернат Олимпийского резерва. Площадь трех корпусов составляет около 10 тысяч квадратных метров и значительно превышает потребность предполагаемого количества студентов. Акимобоси проучил разработать альтернативные, более рациональные варианты использования имеющейся инфраструктурной базы. В этих условиях мы могли бы открыть учреждения на 500-600 мест, например, многопрофильный колледж по подготовке специалистов, по которым наблюдается дефицит на рынке труда. Госзаказ на подготовку спортсменов и тренеров можно распределить между другими нашими учебными заведениями. Глава региона проучил проработать варианты и внести предложения. Другой социальный проект Аблкаирскаков поддержал. На втором Палодаре на базе бывшего железнодорожного колледжа откроют дом детского творчества. Сегодня в микрорайоне, где проживает более 6 тысяч детей и подростков, нет организаций дополнительного образования и спортивных учреждений. В доме творчества будут работать образовательно-досуговые, научно-технические, туристические, краеведческие кружки и спортивные секции. Благодаря этому проекту планируют охватить дополнительным образованием около 2 тысяч детей. Мурати Балмажет и это Сакпарат.